Президент Федеральный Собрания Обо всем этом мы поговорим сегодня с главой Щелковского муниципального района Алексеем Валовым Здравствуйте, Алексей Васильевич Добрый день Очень хорошо, что вы нашли время все-таки встретиться У меня практически время, да нет, но нашли, молодцы, согласовали Но я с удовольствием отвечаю на вопросы жителям, когда у вас в прямом эфире на программе «Диалог» Даже иногда волнуюсь, когда прихожу туда, понимаю, что вопросы будут непростые Но я заметил от программы, программа все-таки острота-то снижается Мы находим общий язык, не только потому, что работаем в соцсетях, не только потому, что встречаемся А потому, что у людей появилась надежда на то, что все-таки эти изменения, которые происходят в районе Они будут продолжаться дальше, и альтернатив им нет У нас сегодня с вами, Алексей Васильевич, диалог неформальный Неформальный? Не, совсем неформальный Но повод более чем важный для того, чтобы действительно встретиться и поговорить 18 марта мы выбираем не какого-то мелкого чиновничка муниципального Ни губернатора даже Мы выбираем лидера нации Лидера, который должен уверенно повести Россию за собой дальше К новым совершениям, к новым рубежам, к новому качеству жизни Каким-то проходным ребятам, которые там пытаются сказать, что у них есть 20 шагов И они пойдут по этим шагам, как бы Россию поведут вперед Нам понимания нет К таким людям Потому что мы видели те шаги, которые уже были Те шаги, которые состоялись Иногда шаги настолько были скрыты от нас Завуулированные какими-то скандальными фейками Чтобы весь западный мир подумал В России все плохо Здесь постоянно воруют Здесь постоянно делают что-то не то Здесь постоянно идет напряженка и в армии И в промышленности, и в сельском хозяйстве А все готовилось к тому, чтобы Россия, в конце концов, выстрелила собой Как страна, способная показать всему миру свою эпоху возрождения Свой драйв русский И оно показало И в армии, и на флоте, и в сельском хозяйстве И в промышленном строительстве, и в благоустройстве Во всех направлениях без исключения Последнее время было просто прорывное Мы не ожидали, что после такого полного запустения в России Начнется такое динамичное движение вперед и рассвет Вот я всю жизнь пахал на свою страну, на свой народ, на всех людей И не ожидал, что есть же и гораздо умнее, гораздо прозорливее руководители Которые не только там, как раб на галерах пашут Но еще при этом, как раб на галерах думают, как в стране развиваться И вот мы увидели в обращениях и губернатора, и президента Как развивается Московская область, как развивается Российская Федерация На что нам опираться? Опираться нам надо на свой народ На свои кадры, на своих ученых На своих сельхозпроизводителей На своих промышленно-товарных производителей На наших пенсионеров У которых не все просто Потому что так упали, что подняться, конечно же, надо И обязательно поднимемся в этом плане Но пока-то плохо И он не скрывает Он не врет Он не изворачивается Он не водит в какую-то пустоту Не обещает там где-то ноги свои помыть в каком-то Индийском океане Он говорит, это наша страна Она принадлежит нам на данный момент Но ее создали до нас Кровью и потом Кровью своей предков, я имею в виду И кровью врагов Залили всю эту землю Чтобы она осталась нашей И мы, как это поколение Которое на данный момент владеет этой территорией И управляет ей Должны сохранить и развитие дальше Во имя будущих поколений В чем заключается суть России То, что она всегда живет Исторически в настоящем, но думая в будущее Альтернативы Нашему действующему лидеру Я просто не вижу Сильный человек Умный человек Достойный человек этой страны И начал уверенно управлять всеми процессами Он это прекрасно продемонстрировал Когда нормальный человек Который стоит во главе государства И говорит нам понятные вещи Мы должны их понимать Они дали нам возможность Самоуничтожиться Запустив за этот период Достаточно огромный потенциал И финансовый И морально-нравственный И физический даже Чтобы уничтожить Наше гражданское общество Как таковое И разделить его окончательно Расслоить до такой степени Чтобы опять Началась очередная фаза ненависти Но этого не произошло По одной простой причине Выстроенная политическая позиция лидера Для него все мы Одинаковые И он не вешает И не Сажает на кол своих оппонентов Он ведет с ними вежливый Выстроенный Правильный диалог Если вы говорите Что вы лучше Докажите этим Почему вы врете Зачем врать людям Вот жизненный принцип Всегда смотри в глаза И говори правду И он везде Где бы ни был Он всегда Говорит правду Как это нелегко бы Было ему в ответ Получать реакцию От оппозиционных СМИ За эту правду Но он всегда Говорит правду Мы же Поймите Прошли такую страшную Гражданскую войну Страшную В России было уничтожено Столько людей Столько семей Развалилось Разойдясь политическим взглядом Что мы понимаем То что предлагают нам Коллеги Нам предлагают Опять политическое противостояние Зачем политическое противостояние У нас было в районе Политическое противостояние И что Оно плоды дало Как собаки грызлись В этих газетах По подворотням И друг против друга Запускали политические фейки И уголовные дела Закончилось Пошел вперед район Политическая альтернатива Это альтернатива На созидание Если такая есть А на собственное Удовлетворение Своих политических амбиций Это не политическая альтернатива Я уже говорил Такую политическую турбулентность В предыдущем выступлении Нам не нужна Политическая турбулентность Если будет создана Другая альтернатива Нынешнему курсу То она должна быть Симбиозом всех И мозгов И прогрессивных идей И формироваться Не перед выборами Президента Следующего созыва А формироваться Задолго до этого И она задолго до этого Должна была донести Не на западные Госдеповские деньги Которые С широкой как бы души Туда пускали На процветание Этих альтернативных Политических взглядов Наши партнеры западные А именно за счет Своего интеллекта За счет внутреннего убеждения Что вот так надо сделать Что именно по этому Пути нашей Матушке православной России И идти дальше Что касается Наших партнеров Им от нас Надо только одно Им от нас Надо ресурсы Им не нужна сильная Россия Им не нужны сильные люди Во главе России Им нужна Россия В которой проживала Проживала бы 35 миллионов Потом 25 Сейчас же до 15 дошли В России должно проживать 15 миллионов Это крайний тезис Выдвинула по-моему Уже Наша генетическая противница Жена президента Соединенных Штатов Америки Она в узком кругу Сказала Россия нужна только для того Чтобы обслуживать Газо-нефтяную трубу И все ресурсы Которые у нее есть Население должно быть Ровно столько Столь надо все уничтожить Представляете Они индейцев уничтожили И думают Что с нами так Да у них ничего не получится Никогда Мы генетически Духовно выше Чем вся эта шваль Гораздо выше И всю жизнь у нас были В гражданском обществе В внутреннем противоречии Потому что русские Любят правду Я имею в виду По словам русских всех Которых проживают На этой территории Они любят правду Они всегда в глазах Говорят ее Отставят свою точку зрения Страдают даже из-за этого Если не умный попадется оппонент А умный Воспримет это Как руководство к действию Теперь конечно Страна продемонстрировала В ежегодном послании Президент Федерального собрания Всему миру Что мы Другие Считайтесь Иначе У вас будут проблемы И большие проблемы Не лезьте к нам Это наша страна Наша территория В ней мы живем И в ней мы будем счастливы Остальное ваше Делайте что хотите Вот они и захотели И окружили всю страну Так называемой Противоракетной обороной Со сменяемой боеголовкой Со сменяемой Блоками управления Что в любой момент Противоракетная оборона Превратилась в наступательное вооружение Что оставалось делать И вот Мудрость Президента Совершил Очень много Продуманных действий Которые помогли Западным партнерам Начисто утратить чувство реальности Что происходит в России Они просто не знали Что происходит А создавалось то Что на данный момент Должно помочь В развитии России дальше По всем направлениям Без исключения Показывали Самые отсталые Самые Третье поколение Самое Болевое То что у нас в стране Чтобы там успокоить Ребята Надо было время И как он правильно Это время распределил Для того чтобы сейчас сказать Все Вот это наше время наступает Мы уже на другом Находимся в уровне измерения И никогда нас не будет 15 миллионов Для обслуживания Газо-нефтяной трубы Нас будет ровно столько Сколько захотят Родить наши любимые женщины Ровно столько Сколько Мы Сформируем Мужчины Для них условий Для того чтобы наша страна Могла Демографическую Проблему преодолеть Конечно Мы Россию сейчас набросились Ну только на самые ленивые Не пытаются Пнуть ее ногой По одной простой причине Она уже стала Опять Россией Которая Являет Пример Всему миру Становление Как государство Всему миру Без исключения И концептуально Закрепила свое право На самозащиту Этой территории Где проживают Ее граждане 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 Очень достойные Граждане Которые Или строили Эту страну Создавали ее Мощь и силу Или продолжают Это делать В настоящее время Или учатся Чтобы это делать В будущем Надо не обманывать И лгать друг другу А прийти 18 числа И сказать Я люблю Россию Вот мой голос И я отдаю За мою матушку Россию За землю Моих предков За мою землю За будущих Моих детей Сыновей Дочерей И внуков И когда мир увидит Сколько пришло И сколько проголосовало Он поймет Умом Россию Не понять Аршином Общим Не измерить У ней Особенно стать В Россию Можно только верить Вот мы Все Верим В нашу Россию И я прошу Всех наших Щелковцев Как бы вы не были Заняты Как бы Не наслоились у вас Какие-то проблемы В этот день Как бы вообще Какие-то Проблемы В виде там Может быть Оторганной трубы Или невыточной дорожки Не давлели Над вашим разумом Мы выбираем На данный момент Идея на избирательные участки В будущей России И оно должно быть Из поколения В поколение Лучшим Надежным Оборонеспособным Умным Трудолюбивым Честным Мы должны Это сделать Потому что Кроме нас Это не сделает Никто Спасибо за внимание Не нашла возможности Вас прервать Перебить Задать какие-то Наводящие вопросы Это действительно Получился у нас С вами очень Неформальный диалог Спасибо вам За смелые мысли И откровенные Высказывания А нашим зрителям Я могу Только еще раз Напомнить Попросить Что 18 марта Включите в свои планы На день посещения Избирательного участка И все у нас будет хорошо Субтитры создавал DimaTorzok